Так, мне позвольте сначала представиться. Меня зовут Салиха Вальфия, я приехала к вам из Казахстана, приехала уже второй раз. В прошлом году мы принимали также участие, делились опытом нашей страны по развитию исламского страхования. Сегодня я бы хотела с вами обсудить опыт Бахрейна и что именно из опыта Бахрейна мы можем взять, в частности Казахстан и Россия, для развития индустрии исламских финансов. Как вы знаете, вообще в мире на сегодняшний день центрами, лидерами в индустрии исламских финансов являются две страны. Это Малайзия, которая по всем, по многим показателям является лидирующей, и Бахрейн, который также, мы посмотрим статистику, он на второй позиции. Вот, страна, у которой на самом деле очень много плюсов в части регулирования, развития индустрии, шариатской экспертизы, очень много плюсов. На мой взгляд, вот, к сожалению, Малайзия не была, но вот в Бахрейне была неоднократно, проходили стажировку в Центральной банке Бахрейна. Вот, на мой взгляд, это один из лучших примеров того, как должна развиваться исламская финансовая индустрия. Немножко истории, прежде чем мы начнем, вы знаете, что вообще индустрия исламского банкинга, да, если говорить о банкинге, пока не упоминают другие отрасли, она относительно молода, да. То есть первый современный исламский банк появился в 1963 году в Египте, была первая модель исламского банкинга. Банкинг оперировал как раз-таки на принципах двойная мурабаха, когда и со стороны фондирования, и со стороны финансирования осуществлялось на основе разделения прибыли и убытков, да, то есть и банк привлекал деньги во вклады на основе разделения прибыли и убытков, и инвестировал также на основе разделения прибыли и убытков, да, через Мударабу или Мушараку. Современная практика исламского банкинга, вы знаете, часто критикуется, потому что в структуре портфелей многих банков доминирует что? Мурабаха, доминирует долговой инструмент. Поэтому современный банкинг нашего времени, он строится по принципу либо одноуровневого мудараба на стороне фондирования, на стороне, когда банк привлекает деньги, как правило, через депозиты на основе разделения прибыли. Соответственно, через финансирование осуществляется на основе каких контрактов? Первый, самый популярный, это Мурабаха. Второй контракт, менее популярный, но также используется это Иджара. Ну и другие контракты в меньшей степени. И вот прежде чем мы начнем дальше, я хотела сделать небольшое введение, говорить о том, что это на самом деле, это есть, на самом деле, это тренд есть. То есть у таких банков, допустим, как у Катара, у Объединенных Арабских Эмиратов, в структуре на самом деле портфеля, если мы посмотрим агрегированный портфель, Мурабаха составляет 90% от всего финансирования, то есть 90-95%. Если мы посмотрим Бахрейн, чем мне вот опять-таки Бахрейн нравится, то у Бахрейна есть и Мурабаха, конечно же, порядка 60%, даже 50% под другим балансом, когда вы смотрели, есть Иджара, она составляет порядка 25%, и есть также инвестирование. Но оно осуществляется не через Мушараку, оно осуществляется как создание дочерних совместных предприятий. Почему банки на сегодняшний день, вот ваш финансовый дом Амаль, да, вот многие из вас слышали, у спикеров неоднократно упоминалась их практика. В основном финансовый дом Амаль работает по Мурабахе, да, это по сути кредитное товарищество, то есть это не банк. Торговый дом Амаль — это не банк, это такой кооператив, да, по сути. Они очень ограничены в своих финансовых ресурсах, они очень ограничены к доступу фондирования, поэтому, естественно, они не могут быть конкурентны с банками, с мощными банками. Возьмем наш пример. У нас в Казахстане есть Аль-Хилляль-Банк, банк, который 100% принадлежит Абудабе, правительство Абудабе. Казалось бы, денег у них предостаточно. Как вы думаете, какие инструменты в Казахстане они используют? Есть ли мушарака в Казахстане? Мушарака на основе разделения прибыли и убытков. Вот тот инструмент, когда говорят про исламский банкинг, все что подразумевают? А. Либо это беспроцентный заем, карт Хасан, либо Б. Подразумевает что? Что войдут в капитал и будут делить прибыли и убытки, правильно? То есть в основном исламский банкинг сводится к вот этим двум инструментам. К сожалению, вот как раз-таки вот эти два инструмента, они в меньшей степени используются на практике. И карт Хасан, и мушарака используются, но доля их очень мала. Там 1%, 5% максимум, 3% в зависимости от банка. Карт Хасан банки обычно выделяют своим сотрудникам, либо на какие-то такие вот благотворители. Бизнесменам карт Хасан, ну это не тот инструмент, который будет выдаваться бизнесменам. По мушараке. В чем проблема с мушараком? Почему банк? Вот давайте еще раз нашему Альхилляльбанк. Банк с экспертизой, то есть в Альхилляре в Казахстане работают специалисты зарубежные. Есть, конечно, и наши казахстанские, но топ-менеджмент, да, самый главный представитель, это рисковик, который с зарубежным опытом работает. Деньги есть, регулирование позволяет. У нас в законе разрешается исламскому банку осуществлять мушараки, но ни одного процента на основе разделения прибыли и убытков нет. Почему? Как вы думаете? Риск, смотрите, одно дело, что сам банк, да, почему банк не входит, потому что сам бизнес на сегодняшний день, он не готов объективно показывать результаты, действительные результаты своей деятельности. Прежде чем мы начнем, это очень важно, чтобы все понимали, что такое банк вообще в природе. Это финансовый посредник, это финансовый институт, это не инвестор, это не инвестиционная компания, это финансовый посредник или финансовый институт. Что это значит? Это значит, что если вы посмотрите структуру ресурсов, которой владеет банк, у него 20% это у исламских банков, у обычных банков даже 10% это собственный капитал, все остальное это привлеченные деньги. От кого банк привлекает деньги? В первую очередь от инвесторов, от вкладчиков, правильно? У исламских банков мы называем их инвесторов, потому что когда мы открываем инвестиционный счет, мы становимся инвесторами. То есть скажем так, вот Альхиляльбанк, ему доверили граждане Казахстана. Вот, кстати, за 2014 год объем инвестиционных вкладов вырос в 2,5 раза у Альхиляльбанка. Почему? Это о чем говорит? О том, что спрос на эти услуги есть. То есть пришли граждане, бизнесмены, у которых свободные деньги, они принесли в Альхиляльбанк, положили деньги. Контракт, на основании которого в основном Альхиляльбанк работает, это не Мударова, как традиционно, а Вакова. Тоже немножко о ней поговорим. Альхиляльбанк взял в их управление. То есть он пообещал своим инвесторам приложить все усилия для того, чтобы заработать прибыль. Он не может ее гарантировать. Правильно? Мы знаем, что в Исламском банке гарантии не дают. Но он пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы заработать какую-то ожидаемую прибыль. То есть какой-то он сделал ориентир, бенчмарк, да, мы говорим. Теперь смотрите, пришли бизнесмены с шикарными проектами. Пусть у них какой-то действительно инновационный проект, но без опыта управления финансами, без умения вести бухгалтерский учет. 90% таких бизнесменов. Без умения грамотно вести налоговое планирование, уменьшать налоги. Получается, Аль-Хиляль-Банк должен рисковать не своими деньгами. Своих денег у него тут всего 20%. Он должен рисковать деньгами вот этих вкладчиков, вот этих людей, с бережениями вот этих людей для того, чтобы доверить деньги предпринимателям, которые еще не доросли до того, чтобы эффективно использовать эти деньги. Что происходит завтра? Пошел невозврат, да, где-то они посчитали прибыль, где-то. Мы не можем сказать, что все предприниматели, которые называются мусульманами, что они вот прям достоверно все показывают. Есть разные люди, правильно? Есть человеческий фактор. Поэтому здесь убытки, здесь убытки. Банк ничего не получает. Что он сделает со своими инвесторами? Завтра все оставшиеся инвесторы уйдут с Аль-Хиляль-Банка. Все, Исламский банк Азастани закрыт. Поэтому говорить о том, что давайте сейчас финансировать по мушарике, по тому традиционному исламскому контракту, которому все призывают рано еще, наш бизнес не готов к тому, что эффективно осваивать деньги. И Исламский банк не должен рисковать. Он не своими деньгами рискует. Это не богатые арабы сюда приходят и будут сейчас тут всех инвестировать. Арабы, они очень осторожны инвесторы, они намного осторожнее, чем мы. Соответственно, не они приходят со своими деньгами, а наши люди доверяют деньги. И получается, если мы сейчас начнем по мушарике работать, где нет вообще залога, где могут быть гарантии, но более рисковый финансовый инструмент в любом случае, то все вкладчики завтра уходят. И доверие к Исламской банковской индустрии все будет подорвано сразу. А вы знаете, что в Исламской финансовой индустрии банк является доминированным. Если банк развивается, так афула индустрия тоже подтягивается, потому что многие продукты нуждаются в страховании. Соответственно, Исламский банк в Казахстане в настоящее время очень консервативен. Он очень осторожно работает. И это нормально, это правильно. Потому что даже вот такие развитые рынки, как Бахрейн, как весь Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, даже они оперируют через Мурабуху и Джару. Куда нам с отсутствием опыта работы, с отсутствием вообще понимания до конца некоторых контрактов и особенностей начинать с мушарки? Об этом речи быть не может на первых этапах. По крайней мере, через ритейл Исламик Банк, через розничный Исламик Банк. Розничный означает, что на этапе фондирования банк работает со многими вкладчиками, со многими инвесторами. Это называется розничный. Есть понятие инвестиционный банк. Инвестиционный банк, это банк привлекает крупные вклады, может быть, от ограниченного числа, может быть, лить. Ритейл розничный, когда мы привлекаем от большого числа лить. Поэтому, когда мы будем говорить об исламском банкинге, не надейтесь, что вы сейчас увидите Бахрейн, или вы увидите Катар, который вообще суперконсервативный, 95% в рамках, и увидите сейчас у них мушароку. Нет, но в то же время у них очень много хороших примеров. И один из этих примеров, это Kuwait Finance House, это KFH Бахрейн Банк. Я его здесь тоже вам в конце приведу. На мой взгляд, один из таких хороших примеров, если вы будете писать дипломные работы, выпускные работы. Вот хороший пример вообще понять, как исламские банки работают. У них есть и розничные продукты, и корпоративные, и инвестиционные, и правит банкинг, разные продукты. Очень сильно шариатский совет. То есть KFH — это вот такой лидер по инновационным продуктам на Ближнем Востоке. Отличный вообще пример. Так, по вопросам, какие мы сегодня хотим с вами, какие вопросы я хочу с вами обсудить. Давайте еще раз посмотрим. Наша тема — формирование инфраструктуры исламского банкинга. Поэтому нам надо будет понять, что такое инфраструктура для исламского банкинга вначале, а потом уже некоторые элементы посмотрим. Потому что на самом деле, если говорить о всех элементах, то это целый курс можно посвятить этому и разные позиции рассматривать. И выводы для Казахстана и России. Здесь я буду, конечно, больше говорить Казахстану, но поскольку Казахстан немножко идет вперед по законодательству, по сравнению с Россией, то все эти предложения, они актуальны для России. Могу на 99% быть уверена в этом. Значит, первое. Мы немножко поговорим вообще об Ахрине. Как страна, которая на самом деле страна, как, скажем так, мой город. Я из Казахстана, вот наша область — это вот как и вся страна Бахрей. Маленькая страна с небольшим количеством населения. То есть как она смогла стать лидером на Ближнем Востоке? Благодаря чему? То есть делаем небольшое введение. Второй, первый вопрос, который мы рассмотрим, это обеспечение стабильности банковского сектора. Стабильность банковского сектора — это первые условия для развития исламского банкинга. Если мы ставим стабильность выше любых других критериев, то это позволяет отрасли окрепнуть, это позволяет вызвать доверие как у крупных, так и у мелких инвесторов. И это позволит очень стабильно развиваться всей индустрией, банковской индустрией. Поэтому первое условие является таким основополагающим. Второе — это обеспечение ликвидными инструментами банковского сектора. Тоже важный момент, который в настоящее время в Казахстане, второй вопрос является проблематичным. Наш национальный банк вообще не предусмотрел никаких ликвидных инструментов для наших исламских банков, которые бы соответствовали шариату. Соответственно, со временем встанет вопрос, возникнет проблема, а куда банкам инвестировать в краткосрочные перспективы с точки зрения управления ликвидностью. Третий аспект, который мне также очень понравился у Бахрейна, это формирование кадрового потенциала. Вообще Бахрейн считается не только финансовым хабом на Ближнем Востоке, он является еще и образовательным хабом. Была возможность поездить по разным странам Ближнего Востока, и на самом деле люди в Бахрейне, я имею в виду люди в банках, люди в центральной банке Бахрейна, они очень грамотные. Вот очень грамотные люди, которые, ну, мусульмане, они все, да, как бы у них всегда к тебе очень такой положительный настрой. Но мне что понравилось в Бахрейне, они все делятся своим опытом. То есть для них, вот мы приехали из Казахстана, для них было очень важно, что мы пытаемся развивать эту индустрию, и они вот готовы были поделиться всеми знаниями, которые у них есть. И вот на любой вопрос, даже сейчас уже там прошло 3 месяца, полгода, мы задаем вопрос, мы немедленно получаем ответ. Это говорит о том, что они не только просто это для них работа, они болеют за развитие индустрии. Вот это мне очень понравилось. И ВАК фонд именно создан центральным банком Бахрейна. Это, я считаю, тоже уникальный случай. И, аль-хамдуля, наш центральный банк кое-что отсюда взял, да, то есть по созданию такого фонда. И выводы для Казахстана и России мы будем сделать их не в конце, поскольку у нас два урока, мы будем их в промежутке подводить, да, то есть после каждого позиция. А по Бахрейну, кто не знает, да, я даже вот уезжала с Казани летом, взяли мой паспорт, у меня там 20 штампов Бахрейна, потому что это каждые 2 недели продлевали визу. И ваши в СВСБ или кто службы, потому что в платке всегда проверяют, что такое Бахрейн. Меня, конечно, очень удивило. Я говорю, ну это государство. Ну а где это государство? Я говорю, ну здрасте. Это, говорю, вот Саудаска, Аравия и так далее. Ну, то есть многие даже не знают, оказывается, где находится Бахрейн. Бахрейн на самом деле очень маленькое государство, королевство. Территория, вы видите, это как вот, да, наша область какая-то, какой-то город. Численность населения 1,3 миллиона человек. Бахрейнцев всего порядка 600 тысяч, 650. Все остальные это приезжие, да, с Филиппинов, с Азии, очень много, с Пакистана, то есть половина приезжих. Очень-очень приветливые люди, мне очень понравилось их отношение к приезжим. В ВВП страны, да, если в Казахстане мы смотрим, там 220 миллиардов было в 2014 году, в России там на порядок больше, да, то в ВВП в Бахрейне всего 33 миллиарда долларов США. Но если мы посмотрим на душ населения, то это 26,1 тысяч долларов. Вот вплоть до сегодняшнего дня никаких катаклизмов с доллара там нет, то есть он был как жутко привязан к бахрейнскому доллару, там порядка 1 динар стоит 3 доллара, приблизительно такой 267. Так он и есть, то есть Центральный банк Бахрейна поддерживает строго курс. Вот за два года, пока мы вот ездим туда-сюда, вот как был курс, так он остался. Поэтому если, допустим, мы посмотрим Казахстан, у нас был тоже неплохой ВВП на душу населения в долларах, да, до девальвации. Сейчас мы переводим, у нас такая ситуация, как у вас, то стыдно вообще говорить про наш ВВП на душу населения. Очень упало, то есть там порядка 8-9 тысяч долларов всего. То есть здесь 26,1 тысяча. Экономика, что мне еще, на что обращаю в Бахрейне всегда внимание, нефтяной сектор всего 24%. То есть страна не столь сильно привязана к вот oil price, да, то есть к цене, к волатильности нефтяного рынка. Всего 24%. Очень сильно у них развит алюминиевый сектор, то есть у них есть Alba, такой очень большой холдинг, который занимается переработкой алюминия, добычей переработка. Поэтому вот как раз по поводу алюминия приезжал король Бахрейна в Казахстан, и было заключено соглашение о сотрудничестве. И финансовый сектор, вы видите, тоже вносит достаточно весомый вклад в ВВП. Вы знаете, сколько в России финансовый сектор ВВП страны? В России сколько он составляет? Не более пяти, скорее всего. В Казахстане около трех, да, то есть вы можете сравнить, да, ВВП, вклад в финансовый сектор в 15%. О чем это говорит? О том, что не зря Центральный банк Бахрейна старается, вся эта индустрия вносит, во-первых, это рабочие места, правильно? Во-вторых, это, естественно, ВВП, высокая квалификация, да, то есть обеспечение финансовыми услугами своих граждан и так далее. Вот я как-то один раз ловила такси, и водитель со мной обсуждал, что такое товарук. Вот для меня это показатель их осведомленности, да. Он мне объяснял, что вот он по товару, потому что-то там приобретал и так далее. Ну, для меня это, конечно, было очень интересно. Так, все, да, понимают на карте, где находится Бахрейн, да, что это. Теперь переходим. Есть, опять-таки, для много студентов, все-таки я вчера сидела, поняла, что аудитория более такая студенческая, это хороший очень ресурс. Вот вы будете писать, я лажусь, я лажусь, свои дипломные работы. Очень важно, чтобы вы ориентировались в современных оценках. Есть хороший ресурс, Томсен Ройтерс и Зая, по-моему, дальше будет у меня ссылка, они дают динамику развития всех стран, вот в частности Россия, если вам интересно, они, конечно, очень занижают, там меньше одного балла дают из России, да, ну, там, понятно, какие-то политические мотивы. Вот глобально индустрия исламских финансов, по итогам 2014 года составляет порядка 10 баллов, да, на 10 каких-то одинет. Бахрейн занимает вторую позицию по топ, да, то есть если мы возьмем топ-10, на первом месте идет Малайзия, 120 с лишним баллов, и второй идет Бахрейн. У Бахрейна какие показатели оценивает данный индикатор? Данный индикатор оценивает развитие отрасли, знания, CSR — это корпоративная ответственность, управление, здесь вот как раз сидит управление Центрального банка, и awareness — это осведомленность, то есть насколько вообще местные жители, граждане знают об исламских финансах, и какие показатели оценивают, смотрят количество семинаров, количество конференций, новостей в газетах и так далее. По этому показателю мы видим, что awareness — один из самых высоких, да, которые Бахрейнем, и управление. Теперь мне интересно было сравнить Бахрейн и Малайзия. Все-таки еще раз, топ — это Малайзия, а второе место — это Бахрейн. Вот ресурс, да, можете потом посмотреть, Zaya.com, здесь можете любую страну посмотреть, можно вот, на мой взгляд, очень хорошо для дипломных работ. Значит, количественное развитие, вы видите, в Малайзии 89 баллов, да, очень большой разрыв между Малайзией и Бахрейном. В Бахрейне всего лишь 28. Для начала, сразу вам скажу, какие критерии всегда привлекают инвесторов, на что они обращают внимание, когда они решают вопрос, стоит ли ему открывать бранч-офис, да, в этой стране или нет. Первое — это политическая социальная стабильность. Когда в 2011 году была проблема между суннитами и шиитами в Бахрейне, часть инвесторов ушли, они ушли в Дубаи, более спокойные рынки, да, то есть для них политическая социальная стабильность — вопрос номер один. Второй вопрос — это регулирование. Для них должно быть ясно, четко, понятное регулирование. Вот это сильная сторона Бахрейна. У них очень понятное, очень такое продвинутое регулирование. Если даже наши, наши обычные банки еще на Базели-2 и только думают еще о Базели-3, им 2019 год дали, то бахрейнские исламские банки уже соответствуют Базели-3. Уже Центральный банк Бахрейна это все у них внедрил. Что здесь обращать, на что хочу обратить? Исламский банкинг. Посмотрите, в Бахрейне исламский банкинг намного выше оценивается по уровню развития, нежели в Малайзии. То есть Малайзия 89% достигла в большей степени за счет СУКУК. Реально СУКУК это Малайзия, ХАП это Малайзия. И по фондам, управляющие фонды. Но по исламскому банкингу Бахрейн все-таки доминирует, поэтому мы на сегодняшнем встрече будем говорить о банкинге. И второй индикатор, на который хотела обратить внимание, это регулирование. Но здесь и Малайзия, и Бахрейн, они оба являются бесспорными лидерами. У Малайзии очень сильно есть АФСБ, вы все знаете, Совет по исламским финансовым услугам, который разрабатывает стандарты в части регулирования риски, достаточность, в части обеспечения стабильности финансового сектора. Это АФСБ, это Малайзия. А Бахрейне, вы знаете, из 6-7 таких крупных инфраструктурных организаций, 4 находятся в Бахрейне. Это Айофи, всем известный. Чем занимается Айофи? Айофи разрабатывают шариатские стандарты, стандарты бухгалтерского учета, стандарты аудита, стандарты корпоративного управления. Это все делает Айофи, организация с 91-го года, а в том числе Центральный банк Бахрейна, естественно, в составе Айофи и очень сильно поддерживает данную организацию. Кроме того, в Бахрейне есть АФМ. АФМ — это международный исламский финансовый рынок, то есть это организация, которая пытается стандартизировать продукты для межбанковского рынка. Допустим, один исламский банк в Малайзии, у него свой контракт по Мурабахе, или по Мудараби, а у Бахрейнского банка свой контракт, и они между собой не могут, скажем так, совершать межбанковские сделки. Соответственно, Айофи, он пытается, у него очень сильный шариатский совет, там топ шариатские все эксперты, они пытаются сделать что-то среднее, для того, чтобы это было приемлемо, для всех банков, и спокойно исламские банки во всем мире могли совершать транзакции. Это очень важный момент с точки зрения управления ликвидностью и банковских сделок. Третья организация — это исламская организация по рейтингам, все знают, что есть у нас ФИЧ, Мудис, которые выставляют рейтинги. Вот в Бахрейне как раз есть организация, которая выставляет исламские рейтинги, то есть они учитывают еще и шариатские аспекты. Ну, шариатский надзор и в Бахрейне, и в Малайзии тоже высоко оценивается, поэтому мы с вами сегодня больше будем говорить о регулировании и о банкинге, как раз о тех двух элементах, которые, на мой взгляд, очень сильно выделяют Бахрейн от других стран. Это мы сравним с Малайзией, да, вот если сравним, допустим, с менее успешными лидерами, то там разрыв будет значительный. Значит, если говорить об исламском банкинге, то в соответствии с законодательством Бахрейна могут быть три вида банков. Первый тип – это розничный исламский банк. В Бахрейне их насчитывается порядка шести. Их не так много, поэтому мы прям всех посмотрим. Для сравнения традиционного банка, ну, может быть, обычного банкинга, да, таких банков 22. Оптовые банки, их иногда называют корпоративными, но корпоративные на самом деле не совсем верные. Я думаю, что такие оптовые банки правильные – Wholesale Bank. В чем отличие от розничных? Что здесь установлена минимальная сумма вклада от 7 миллионов бахрейнских динар и выше. То есть здесь с мелкими инвесторами не работают. Оптовые банки работают только с очень крупными, это либо очень такие граждане с высоким уровнем сбережений, либо это уже компании, да, какие-то фонды, от которых привлекается их порядка семнадцати, то есть до 2004 года бахрейн, он был как офшор своего рода. Вы знаете, что на Ближнем Востоке налогов практически нет, поэтому, да, здесь, если имеется благоприятная налоговая среда, благоприятная регуляторная среда, то многие зарубежные инвесторы приходят на данный рынок. Активы исламских банков составляли в 2014 году, так, еще забыла, и третий вид, да, мы сказали розничные исламские банки, оптовые исламские банки, и третий, это в бахрейне разрешено открытие исламских окон в традиционных банках. Это разрешено. Вот для сравнения в Казахстане не разрешено. У нас не разрешается. Сейчас законодатель, наш национальный банк, тоже изучает опыт, и, скорее всего, будет разрешено открытие окон. В Казахстане был взят очень консервативный подход, и боялись, что вот открытие окон в конвенциональных банках, оно дискредитирует саму суть исламского банкинга, что будут все открывать, вешать вывеску, да, исламский банкинг, а индустрия была очень молода. Сейчас все равно уже в целом понимание есть какое-то, есть какое-то, соответственно, сейчас наш национальный банк также рассматривает вопрос об разрешении открытия окон в конвенциональных банках, в обычных банках. Насколько я знаю, в России тоже хотят запустить модель именно через окна. И, соответственно, если мы посмотрим активы, то 25 миллиардов долларов США исламский банкинг, и в процентном соотношении то ли исламского банкина составляет порядка 18% от всех суммарных банковских активов. То есть, грубо говоря, оставшаяся часть у нас – это традиционный банкинг. Все-таки в Бахрейне, вы видите, обычный традиционный банкинг, он доминирует. И исламский банкинг, несмотря на то, что Бахрейн – это хаб, составляет всего 18% доля. В Малайзии какова доля? В Малайзии 25%. Какие страны у нас считаются 100% исламскими? Судан 100%. Там на самом деле, там у них, аль-хамдуля, тоже очень интересная страна для изучения. Очень много там такого хорошего можно взять. И еще какая страна? Судан и Иран. Иран тоже считается, ну, официально считается, что там тоже 100% активы – это в соответствии с шариатом. В Саудовской Аравии, в других исламских странах, там порядка 50%, там не 100%. Вот в Бахрейне всего 18%. А вот банки, которые являются розничными, поскольку их всего 6, я их хотела вам показать. Аль-Барака банк, Аль-Салам банк, Бахрейн Исламин банк, Измар банк, Халиджи коммершал банк и Кувейт файнанс хаус. Вот этот банк, он, на мой взгляд, очень интересен с точки зрения вообще понимания сути исламского банкинга. Хотя он называется Кувейт файнанс хаус, он именно стал таким флагманом индустрии в Бахрейне, благодаря, опять-таки, регулированию. Что здесь хотела отметить? Хотела отметить, когда мы изучали все эти банки, мне понравилось что? Мне понравилось, что у них используются различные инструменты для привлечения депозитов, для открытия инвестиционных счетов. Мы традиционно понимаем что? Что инвестиционный счет это на основе разделений прибыли, ну, убытки там не делятся, да, потому что банк теряет свои усилия. На основе разделения прибыли. Традиционно, таким образом, мы понимаем, что такое инвестиционный счет. Вот, в частности, по этой схеме работает Аль-Барака, по этой схеме работают практически все банки Кувейт файнанс. Ну, Аль-Салям банк, допустим, они работают по Вакали. Они привлекают также деньги на вклады, открывают инвестиционные счета, но в основе контракт Вакала. То есть, бахраинский опыт интересен еще с точки зрения продуктов. В Кувейт файнанс хаус, в Измар банк, в Аль-Салам банке очень популярны различные продукты розничного бизнеса в части дебетовые карты, кредитные карты. То есть, если у вас, допустим, есть у кого-то такая тема, вы можете посмотреть, каким образом зарубежные банки структурируют таким образом продукты, что они аппруфт получают от шариатского совета, то есть одобрения, и в то же время решают некоторые потребности граждан. Так, следующее. Значит, то есть, это общее. Теперь еще хотела вас спросить, все понимают разницу розничный банк, универсальный банк, инвестиционный банк? Все понимают, откуда это пошло, разделение на коммерческий банкинг и инвестиционный банк? Все это пошло от закона Гласса-Стигала, наверное, многие знают его, 30-е годы прошлого века, когда после Великой депрессии четко разделили в законодательстве США разделение на инвестиционный банкинг и коммерческий банкинг. Инвестиционный банкинг – это банкинг, который связан с инвестированием в корпоративные ценные бумаги, допустим. А розничный банк, он занимается только кредитованием. В исламском банкинге нет такого понятия инвестиционный или коммерческий. Любой банк имеет право инвестировать в ценные бумаги, корпоративные, вступать в партнерство. Правильно? Есть такие инструменты. Поэтому в основном многие банки в Бахрейне, они являются универсальными. То есть если мы посмотрим их портфели, там есть как финансирование на основе долговых инструментов, таких как Мурабаха и Джара. Точно так же есть и инвестирование в капитал. Пусть мушарок, а пусть она в маленьких долях, но она есть там 1, 2, 3%. Поэтому в основном все банки работают как универсальные. Что значит розничный? Значит, больше акцент делается на розницу, то есть на обслуживание населения и малый и средний бизнес. Если идет корпоративный банк, это значит, что больше акцент в стратегии идет на обслуживание корпоративного сектора, то есть крупных компаний, средних компаний. Вот у нас, допустим, наш Аль-Хириальбанк в Казахстане, он является корпоративным банком. Что это значит? Что мы граждане, в смысле вот я как физическое лицо, я не могу получить там финансирование. Финансирование может получить только крупная компания. Поэтому на сегодняшний день в Казахстане говорить о том, что исламский банкинг доступен для населения, мы не можем. Могут получить доступ только те, у кого очень большие суммы активов, то есть крупный бизнес. Так, теперь давайте поговорим об инфраструктуре банковского бизнеса. Что такое вообще инфраструктура? По сути, есть различные определения инфраструктуры, но на мой взгляд, одно из таких простых, для того, чтобы не углубляться нам сейчас в теорию, мы можем взять вот конец, потом перейдем вверх. Что это такое? Это все направления, которые по сути формируют нормального клиента для банка, а значит является основой для развития банковского бизнеса. То есть для того, чтобы банковский бизнес развивался, должна быть определенная инфраструктура, должны быть определенные условия для развития. Что мы под этим подразумеваем? Мы подразумеваем в первую очередь, это система законодательных и нормативных актов, способствующих развитию и поддержанию банковских операций. То есть первое А, нужно само законодательство. Вот у нас в Казахстане оно есть, у нас введено понятие исламский банкинг, у нас перечислены, какими операциями могут заниматься исламские банки всеми. То есть и Салам, и Стесна есть, и Мушары, и Каймадар, все инструменты перечислены. То есть законодательно уже прописали, создали вот эту среду, но этого недостаточно. Должны быть теперь следующий пакет нормативных актов, это пруденциальный норматив, специальный для исламских банков. Они сейчас есть, но они не учитывают специфику исламского бизнеса. Должны быть стандарты учета. Сейчас наш национальный банк, он является членом Айофи, но стандарты они не обязательны. Исламский банк Аль-Хиляль работает по МСФО. То есть сейчас уже здесь требуется дополнительный пакет поправок, который законодательно как бы развяжут исламским банкам руки. То есть позволят им полноценно работать, полноценно предоставлять услуги. Второе, это система государственных институтов. В ноябре 2015 года в Кувейте прошла очень крупная конференция. Конференция с участием Международного валютного фонда, АМФ. Все знают этот институт. И управляющий директор этого АМФ, это крупнейшая организация, Кристиан Лагард, она сказала очень важную мысль, о которой говорится во многих, наверное, новостных, научных источниках уже последние три года. Что давайте создадим для исламских финансовых институтов условия такие же, как для обычных. Давайте не будем создавать им какие-то дополнительные льготы, какие-то сверх… Давайте им создадим точно такие же условия, не хуже и не лучше, как для обычных банков. Это называется, есть такой термин, я прямо его запишу, потому что в любом случае, level, plain fill. Это называется создать адекватные, аналогичные условия, да, то есть поле для деятельности для исламских банков. И вот как раз-таки система государственных институтов, национальные банки, регуляторы должны создавать институты, которые необходимы банкам для стабильного, успешного функционирования. Мы сегодня с вами посмотрим один из таких институтов, это система страхования вкладов. Все понимают, что это такое, да? У традиционных банков есть эта система? Есть. Можно ли создать что-то аналогичное для исламских банков? Можно? Можно. Ну, здесь мы посмотрим, какие есть моменты, почему некоторые считают, что ее не должно быть. Но это один из примеров, да, то есть это институт, это не национальный банк, это не законодательность, но это институт, система гарантирования вкладов, которая позволяет стабильно функционировать банкам, правильно? Соответственно, когда мы говорим об исламском банкинге, мы должны понимать, что если у конвенциональных банков есть такой институт, это дает им преимущество, это дает им конкурентное преимущество по сравнению с исламскими банками. Тогда давайте посмотрим, давайте посмотрим какую-то альтернативу для исламских банков, чтобы поставить их в такое же положение, не худшее и не лучше, да? Грамотно-извешенная промышленная торговая политика. Когда мы говорим об исламском банкинге, когда мы говорим о любом банкинге, чтобы банк эффективно инвестировал, должны быть соответствующие предприниматели, должны быть предприниматели с реальными планами, да, способные вообще развивать какие-то бизнес-идеи, а не просто там потребительские кредиты на шубу и так далее. Вот, политика в сфере поддержки предпринимательства. Мне здесь опять-таки очень радует, я сразу буду делиться опытом Казахстана, что у нас вот, аль-хамду-ля, в мае этого года опять-таки приняли постановление, согласно которому у нас теперь субсидируют не только ставки вознаграждения в обычных банках, которые уже давно, да, допустим, у нас есть программа, что если предприниматель берет заем 14% годовых, 7% субсидируется за счет средств государства, 7% выплачивает сам заемщик, да? То есть это было направлено на поддержку предпринимателей, использующих услуги в обычных банках. Теперь в мае, аль-хамду-ля, постановление правительства, согласно которому субсидируется торговая наценка. Все, мы сразу понимаем, что это здесь? Мурабаха. И рентные платежи, что мы здесь понимаем? Иджара. То есть все, правительство пытается создать level playing field, пытается создать для исламских банков, для клиентов исламских банков, такие уже условия, как и традиционных. Потому что если я клиент, и я знаю, что мне в традиционных 50% возместят, да, я должен, естественно, клиент пойдет в обычный банк. В исламский банк он не пойдет. И вот у нас в этом плане уже идет определенная работа по созданию аналогичных условий для традиционных банков. Поэтому, когда мы говорим об инфраструктуре банковского бизнеса, мы должны понимать, что вот у нас банк, если мы возьмем как единицу, да, финансовый институт, мы создали законодательство, мы прописали требования к деятельности, прописали операции, которые банк. Это первое условие, этого недостаточно. Теперь мы должны подумать, что должно быть, какая должна быть инфраструктура для того, чтобы этот банк успешно функционировал с клиентами, с бизнесом, с предпринимателем. Что мы подразумеваем под успешным функционированием? Три условия. Первое – стабильность банковского сектора. Чтобы взаимодействовать с реальным сектором экономики, банк не потерял свою стабильность, правильно? Первое – стабильность банковского сектора. Это основополагающие условия любого регулирования. Второе – это обеспечение роста, развития самой индустрии, то есть обеспечение того, чтобы активы банков росли в количественное развитие. И третье условие – это качественно, чтобы банки вкладывали не только, грубо говоря, в торговлю, чтобы они вкладывали и в производство, и в промышленность, и так далее. Вот один из примеров. У нас в конце 90-х годов банки обязали 10% вкладывать в МСБ. Тогда МСБ не был популярен. Никто не сильно хотел вкладывать в МСБ, потому что были риски. И вот тогда регулятор обязал все банки, тогда исламских вообще не было у нас, 10% в своих портфеле направлять на МСБ. Волей-неволей банки начали инвестировать, вкладывать в малый и средний бизнес. Так и здесь. То есть когда мы говорим об инфраструктуре, мы понимаем условия для обеспечения стабильности банковского сектора, его развития и роста. Вот эти три условия должны иметь место. Так, если мы говорим о стабильности, какими инструментами, теперь уже мы знаем, что у нас правительство может влиять через налоговую политику, бюджетную политику. У нас могут влиять местные органы власти, ну в Казахстане и в России разные у них полномочия. И у нас есть центральный банк, по сути это регулятор. Я не знаю, сейчас в России один регулятор или у вас осталось, у вас были агентства разные, сейчас один, да? То есть все это упразднили. У нас в Казахстане тоже только один национальный банк, это как у вас аналог Банка России, который как раз таки занимается и инфляционным таргетированием, и курсом национальной валюты, и одна из его задач это финансовая стабильность банковского сектора. Какими инструментами центральный банк может воздействовать на инфраструктуру банковского бизнеса? В первую очередь, конечно, это лицензирование. Вот пример Бахрейна. Обычным банкам разрешается получать лицензию на проведение исламских банковских операций. Один из примеров, да, соответственно, все, доступ уже к исламскому банкингу становится шире, потому что больше провайдеров, больше поставщиков этих услуг. Второе, пруденциальные нормативы. Эта тема очень сложная, она на самом деле важна, одна из самых важнейших. Что такое пруденциальные нормативы? Я думаю, у всех на слуху базаль 2, базаль 3, да, слово базаль у всех на слуху. Пруденциальные нормативы – это нормативы, которые устанавливают определенные ограничения на деятельность банков. Немножко об этом поговорим, потому что это очень важный момент, но он достаточно сложный, поэтому в глубину идти не будем. Просто несколько примеров. Третье – это требования в части банков, в части размещения средств. Ну, я вам привела пример вот с МСБ, да, что национальный банк может установить определенный, скажем так, процент, чтобы банки инвестировали, грубо говоря, только в национальной валюте. Или там какую-то конкретную отрасль, да, финансировали определенный процент. Правильная классификация активов банков – это тоже связано с определенным образом с пруденциальным регулированием. Об этом долго не будем говорить. И вот, следующий момент очень важный – операция денежно-кредитной политики. Мы с вами на втором часе остановимся здесь подробнее, потому что вот этот момент у нас вообще пропущен в законодательстве, вообще никак законодатель про это не упомянул. Как будто и не надо Исламским банком никаких инструментов. Вот у нас, получается, создали Исламским банком правовое поле со стороны регулятора. Немножко сейчас добавили каких-то элементов – все. Но это недостаточно. Это условия у Исламских банков на сегодняшний день в Казахстане намного пока хуже, нежели у конвенциональных. В законодательном, в инфраструктурном аспекте не создана пока для Исламских банков достаточная инфраструктура. Поэтому об этом тоже мы поговорим. Инструмент административного воздействия, создание специальных финансовых институтов. Вот сегодня поговорим на примере системы гарантирования вкладов и различные другие. То есть здесь можно по-разному. Касательно обеспечения стабильности банковского сектора. Значит, первое, первый рул, первое правило должна быть очень четко и грамотно построена сама система регулирования. Вот что мне поразило в, опять-таки, CBB, Центробанк Бахрейн – это их законодательство. Очень понятное, доступное. Я вот сравниваю с нашим казахстанским законодательством, а в России оно еще более какое-то сложное. Очень легко все найти, понять, очень много объяснений, любые изменения. Все. Ну вот просто кого будет интересовать, могу дать ссылку. Значит, у них все идет своего рода такими книгами. То есть, допустим, идет вот книга вторая, полностью посвящена исламскому банкингу. Здесь все. Вот вы заходите в эту книгу, там все, что касается регулирования исламских банков. Не надо открывать 10-15 каких-то законов, да, как вот у нас. Берешь закон о банках и банковской деятельности, берешь закон о национальном банке, потому что там тоже есть часть операции, которая касается банков. Берешь другой закон и так далее. Здесь очень мне понравилось, что вот идет, вы видите, отдельный блок, отдельное законодательство. В некоторых странах идет просто общий закон, и внутри закона делится на там какие-то обычные исламские. Бахрейн, законодательство Бахрейна, Центральный банк, он четко разграничивается, чтобы не было путаницы. И вот это четкое понимание, оно и вот привлекает многих экспертов, потому что здесь очень много таких положительных моментов. Ясно, четкое регулирование. В обычных банках вы можете просто найти тот момент, что обычным банкам разрешается открытие исламских подразделений. И какие требования? Традиционные требования, которые прописывает стандарт Айофи. Наличие шариатского совета, отдельное подразделение, отдельное, отдельно полностью разделение счетов, да, став персонал, который будет знать, что такое исламские финансы и будет доходчиво объяснять это клиентам. Да, это основные требования Айофи. Так и здесь. И в 3, 4, 5, 6 они идут уже общие, то есть здесь в 3 выпуске вы можете найти и страхование традиционное, и исламское. То есть тут уже один закон на разные виды страхования. А вот исламские банки, они выделены отдельным законодательством. В этом законодательстве прописывается, какие требования к ритейл-банку, какие виду слуг они могут указывать, какие требования к холлсейл-банку. Здесь мы когда учились, у нас были несколько студентов с Центрального банка Бахрейна, молодые ребята, и вот очень много от них тоже узнавали, что в законе, как говорится, сразу не увидишь. И вот Центральный банк Бахрейна, он достаточно жестко регулирует вообще всю индустрию. Если в Казахстане у нас для того, чтобы, допустим, назначить совет директоров, их все кандидатуры, они должны пройти утверждение в Центральном национальном банке, так же, как и в России, то Центральный банк Бахрейна, он не только всех вот этих совет директоров, он даже руководитель подразделений, их квалификацию, он для того, чтобы вот банк не может просто назначить, допустим, руководителя отдела корпоративного бизнеса. Он не может это сделать, он должен отправить это в Центральный банк Бахрейна. Что Центральный банк Бахрейна изучает? Изучает образование, квалификацию, опыт, то есть, грубо говоря, сторонние лица в этот бизнес не придут. И это не какой-то коррумпированный, где надо там просто, да, как-то отметиться. Это действительно люди, которые вот просто посвящены всю свою жизнь, посвятили индустрии. И они смотрят, квалифицирован ли этот, потому что завтра этот сотрудник будет проводить операции. И от его деятельности будет зависеть стабильность, да, сохранность банка. Поэтому Центральный банк Бахрейна, он очень жестко регулирует и топ-менеджмент в части утверждения кандидатур, и даже вот руководители подразделений. Для меня это было очень, как бы, интересно, потому что у нас такого нет. Регулируются, естественно, проденциальные нормативы. То есть все-все вы можете найти вот в этом, вот если кто будет писать по Бахрейну, то здесь легко будет в том плане, что все есть в одном источнике. О достаточности. Вот если мы говорим о стабильности банковского сектора, то сразу вы столкнетесь с такой темой, как пруденциальные нормативы. Что такое пруденциальные нормативы вообще, скажите мне? Не забегая, вот абстрагируемся от исламского, просто пруденциальные нормативы. Что такое? Пруденциальные нормативы, что такое на английском? Пруденциальные нормативы, это значит нормативы, которые, ну вот, вот такие вот сразу, ну то есть они обдуманные. Что, для чего они предназначены? Они предназначены ограничить банки от излишней агрессивности, потому что банки, они готовы все, ну вот, давайте перенесемся на обычные банки, вам будет понятие. Вот они сколько привлекли, они готовы все выдать в форме кредитов, да, и максимально заработать себе, ну, отдачу, заработать себе рентабельность. Они бы там, не знаю, 1% может оставили в форме наличности и все, все бы выдали в форме кредитов. Естественно, для регулятора это сразу нет. Почему? Потому что банк должен определенную часть средств держать в ликвидных инструментах, потому что по закону практически во многих странах любой вкладчик может досрочно взять депозит, верно? То есть вы пришли, вы открыли инвестиционный счет или вы открыли депозит на 3 года или на год, но это никто вам не запрещает через месяц прийти и забрать свои деньги назад, верно? Верно. Соответственно, банк должен быть готов к тому, что он должен быть платежеспособен в любой момент. Вкладчик пришел, забрал у него деньги, один пришел, второй пришел. А банк может забрать назад свои деньги, которые он выдал в виде кредитов или там каких-то? Может он забрать? Не может. То же самое в исламском банке. Пришел клиент, открыл инвестиционный счет на основе ему дарабы, банк принял на год, мне банк предоставил через мурабаху на 3 года. Он не может отозвать, все, сделка заключена, условия говорили, но в исламском праве это вообще жестко. Вот как договорились на берегу, там потом хоть что? Все, условия должны соблюдаться. Условия договоров это очень жестко в исламском шариате. Поэтому здесь имеется в виду, что а вкладчик он может досрочно изъять. Поэтому исламский банк и любой банк, он должен определенную часть средств держать в чем? В ликвидных инструментах. Исламский банк должен не только привлекать деньги от инвесторов, вкладчиков, должна быть определенная сумма средств акционеров. Вот одним из важнейших показателей, если мы вообще говорим о проденциальных нормативах, то там в основном коэффициенты достаточности капитала, который у вас на слайде, коэффициенты ликвидности, то есть соотношение ликвидных активов и срочных обязательств, коэффициент соотношения внешних обязательств. Например, у нашей казахстанские банки в 8-7 году это был уникальный кейс вообще в мире, наверное. Это уникальный кейс, ну в таком кавычках уникальный кейс, в смысле не очень хороший кейс. Догадались привлечь внешних займов до того, что доля внешних займов в структуре пассива составила чуть ли не 50%. Это было вообще нонсенс. Обычно считаешь любые рекомендации, пишут 30%, это уже вообще выше критического, там должны бить в колокола. У нас до 50% довели, ну аль-хамдуля, тогда деньги были, использовали там часть с нефтяного фонда, и долги более-менее закрыли, там, правда, кому-то не заплатили. Вот, факт в том, что вот эти пруденциальные нормативы, они должны ограничить аппетиты банков, они должны обеспечить стабильное развитие банковской индустрии, чтобы банки, они оперируют чужими деньгами, не брали чрезмерные риски. Но в то же время эти пруденциальные нормативы, они не должны чрезмерно зажимать банки. Если мы, допустим, скажем сейчас, окей, пусть будет коэффициент достаточного капитала 50%, 50 собственных средств должно быть, акционеров, и 50 только можете привлечь от инвесторов. Сразу банковская деятельность, она замедлится, потому что банк – это финансовый институт. Можно любые нормативы сделать, но тогда банки либо будут закрываться, либо ограничат очень сильно свои инвестиции в экономику. Поэтому есть всемирно известные базы, это город Германии, случайно там была, проезжала, очень маленький город, но известен во всем мире тем, что там собирается базальский комитет, то есть банковского надзора. Все страны, Банк России, Национальный банк Казахстана, они все являются членами, и все стандарты они принимают как обязательные. Единственная разница, что они дают обычно какой-то временной лаг, то есть они не могут сразу ввести все стандарты. После глобального финансо-экономического кредита восьмых-девятых годов очень сильно пересмотрелись пруденциальные нормативы в сторону их ужесточения. И в настоящее время наш Национальный банк, он установил определенные временные рамки до 2017-го, до 2019-го, чтобы банки усиливали свой капитал. Что значит усиливали свой капитал? Делали больше собственных средств, нежели вот потому что в отдельные годы доля собственных средств у казахстанских банков упала до 6%. Представьте, 60 своих банков-акционеров, а 94 напривлекли. То есть с точки зрения стабильности это угрожающе. Если один банк закроется, у вас в России 1000 банков, в Казахстане 38 банков. Если один крупный банк закроется, то это сразу что? Все, все банки упадут. Соответственно, здесь база L3 ввел такое дополнительное требование пруденциально, буфер сохранения капитала 2,5%. То есть это буфер на тот случай, что такое буфер? Это такая подушка безопасности, что банки, которые в период очень такой высокой активности должны создавать дополнительные резервы. Когда идет рост чрезмерный, банки должны больше увеличивать свой капитал. С точки зрения финансовой стабильности это сохранит клиентов от рисков. Так вот, если база L3 пока еще только внедряется в CBB Bahrain, я прям брала лист, прям восхитилась, все вот эти 6 ритейл-банков, они все соответствуют уже этой норме. То есть здесь получается 12,5% должен быть капитал плюс вот этот буфер. А ритейл-банки, розничные банки Bahrain, у них этот показатель составляет 16-18%. То есть у них еще есть определенная подушка для того, чтобы наращивать свои активы. Один только формулу, одну приведу. Она такая условная, но для того, чтобы понимать, что такое достаточность. То есть эта тема, ее никто не любит, но она очень важна на самом деле. Что такое вообще достаточность? Это собственный капитал к активам. Это такая самая простая формула. Здесь активы взвешены с учетом риска, здесь капитал расчетный. Сейчас вам эти подробности не нужны. Смотрите, то есть собственный капитал к активам. Что значит достаточность капитала? Если национальный банк повышает это требование, это значит, что банки, обычные банки, они либо должны наращивать собственный капитал, либо они ограничены в росте активов. Если у банка нет возможности увеличить собственный капитал, грубо говоря, акционеры, которые в банке, у них нет денег. Они говорят, ну мы не можем дополнительно влиться. У банка нет такой большой прибыли. Дополнительную миссию не хотят, ну это я про наш казахстанский опыт, дополнительную миссию не хотят выходить они. Что у них, какой выход? У них выход только ограничить активы. А что такое активы? Это как раз кредиты. 60% активов, это кредиты у банков. Соответственно, если они не могут, если регулятор увеличил, было 8,5%, 10, сейчас 12,5%. Если он увеличивает требования, это значит, что капитала должно быть больше. Соответственно, банкам два выхода. Либо они должны увеличивать капитал, если они не могут, то они должны здесь ограничиваться. Они должны ограничивать свои кредиты. А кредиты – это основной доход банка. Понимаете, о чем речь? Поэтому данный коэффициент, он по сути ограничивает чрезмерную кредитную активность банка. Это в конвенциональных, в обычных банках. В исламских банках то же самое. Если банк не может наращивать свой собственный капитал, подушку безопасности, то, пожалуйста, ограничивайте свои объемы финансирования. Не берите чрезмерные риски на своих клиентов. Больше инвестируйте сами. Больше пусть вложатся акционеры. Соответственно, в этом плане, что можно взять у CBB Бахрейна в плане регулирования, они всегда шли с определенной подушкой. Вот Базель обязывал банке иметь 10% 4 года назад. CBB Бахрейн заставлял свои банки иметь 15%. Он делал определенную подушку. В Казахстане сделали по-другому. Базель разрешил 8%. Наши сделали тоже 8%. Сделали по минимуму. Банковская система Казахстана всего 20 лет. Нельзя было этого делать. Поэтому и столкнулись с рядом проблем. В Централе Банка Бахрейна, он реально prudential approach, то есть очень грамотный, взвешенный подход. Не надо нам там 60-90% их роста, пусть будет 20-30%, но стабильные темпы роста, без каких-то кризисных явлений в секторе. Есть вопросы по этому моменту? Вот эту презентацию скинете или у Эльмира, или напишите мне, я вам скину. То есть здесь важно что? Важно видеть увеличение вот этот кар, это capital adequacy ratio, коэффициент достаточности капитала. И просто знаете, что все исламские банки в Бахрейне, а их 6 вы посмотрели, они все соответствуют этому требованию. А это базаль 3. Если вы слушаете банковские новости, то это такой более еще продвинутый уровень. Теперь самое интересное, что нам надо на этом части успеть обсудить, это страхование вкладов. На мой взгляд, вот я знаю, что и у вас коллеги тоже вот российскими общаемся, тоже обсуждают этот вопрос. Значит, давайте сначала начнем с, что такое вклады. Есть в исламских банках два типа вкладов. Первое, это текущий вклад, он, как правило, открывается на основе карт, либо есть еще вадия, вадия ваддамана, это отданные на хранение деньги, когда ты должен вернуть в том же объеме. Ты можешь их использовать, но, пожалуйста, верни в том же объеме. Два типа вклада. Это текущий счет. Здесь проблем нет. А второй счет, это инвестиционный счет, который открывается на основе либо мударабы, все знают разделение прибыли, либо вакавы. Теперь момент на счет точно так же, как и с вакавой, с мударабой. Когда инвестор открывает инвестиционный счет, он берет риск неполучения дохода. Согласны? То есть, когда он открывает инвестиционный счет, и банк говорит, мы постараемся тебе заработать 6% годовых. Они это посчитали каким образом? Они посмотрели приблизительно рентабельность своих операций, посмотрели, какова доля клиента, какова доля банка, как мудараба. И вот таким путем рассчитали, что приблизительно ставка доходности по тому вкладу будет 6%. Но в чем отличие от обычного банка? В банке в обычном вам гарантируют, да, то есть, будем мы там убыточны, не будем, то есть, получим ли мы отдачу, мы те 6 отдадим. 100% возврат. В исламском банке вам говорят ожидаемая ставка доходности. То есть, исламский банк, как мудараб или как вакиль, примет все усилия для того, чтобы заработать вам прибыль, которую он обещал, правильно? Но может ли он гарантировать? Не может. А как называется у нас система? Она называется либо система страхования вкладов, либо еще у нее название система гарантирования вкладов. И возникает вопрос, надо ли для исламских вкладчиков, для вкладчиков исламских банков, вот именно инвестиционных счетов, вообще можем ли мы создавать систему гарантирования вкладов? Может ли быть такой институт? Ну, нельзя давать гарантию. Банк, смотрите, еще раз, банк не имеет права давать гарантию на то, что в 6 там и... Ну, мы же не можем, чтобы уверенность вкладчиков сделать, нарушать принципы шариата. Если мы не можем, чтобы применять гарантию, то же можно назвать этот механизм дополученный обидом по расчетам, с охранницей вкладов, чтобы терять вкладку. Мы говорим гарантия, убираем, а финансовый механизм, подозваем его страхование. Мы создаем дополучие финансовые механизмы, защиты, да? Защиты, да. Так, ну, идея правильная и у вас, и у вас. Рахмят, вот смотрите, здесь такой важный момент, что когда мы говорим, вкладчик, это Рабульмаль, инвестор, и кто у нас банк? Это Мударик. Мударик не имеет права гарантировать возврат дохода, но это не значит, что третье лицо не имеет права гарантировать. Третье лицо имеет, он может дать гарантию, но между банком и гарантом не должно быть никаких вообще аффилированности, какой-то связанности. Это должно быть третья, какая-то независимая сторона. И мы вот сейчас посмотрим малазийскую модель, не берусь вообще утверждать, критиковать, знаний таких по шариату у меня нету, но они используют вот систему гарантирования за вознаграждение. Согранственно шариатскому стандарту, Айофи, гарантию нельзя давать за вознаграждение. Вот как нам объясняли в Бахрейне, ты можешь за кого дать гарантию, кого ты доверяешь, за друга своего, да, ты можешь дать гарантию. Ты же не, да, поручить, ты же не будешь за это брать какие-то деньги? Не будешь. Поэтому гарантия в шариатских стандартах, она идет как кафала, да? Кафалу нельзя давать за вознаграждение. Соответственно, вот кафала, бельуджер. Но малозейцы, может быть, какую-то нашли, какие-то мы же, я же не могу сказать, что я вот прям столько там хадисов прочитала, но у них тоже есть шариатские эксперты, есть шариатский совет, высший шариатский совет. Они работают по модели кафала бельуджер, то есть гарантирование за вознаграждение. Но мне бахрейнская модель гораздо больше нравится и более понятно. Они используют модель такафу пожертвования и солидарная поддержка друг друга, да? То есть смотрите, значит, и в Бахрейне, и в Малайзии дуальная банковская система. В Бахрейне создана эта система при Центральном банке Бахрейна, инициатор Центрального банка Бахрейна, естественно. Она называется совет по защите депозитов, здесь имеется в виду текущие счета. Депозиты они называют текущие счета, то есть карт, либо в воде, где нет никаких какого-то вообще вознаграждения, просто положил деньги, эту же сумму тебе вернули, могут какой-то подарок подарить, могут не подарить, зависит от банка. И неограниченных инвестиционных счетов. Согласно АйОфе все инвестиционные счета делятся на неограниченные, unrestricted investment accounts и ограниченные инвестиционные счета. Разницу проходили? Это вот обычно в исламском банкинге проходит. Эту разницу. Ограниченные инвестиционные счета – это когда инвестор приходит в банк и дает определенные указания, ограничивает банк в деятельности. Инвестируемые деньги, допустим, только там недвижимость, или инвестируют только в Африку, или там только в Эмираты. То есть он ограничивает банки от свободы деятельности. Он действует как бы согласно установке клиента. Как правило, ограниченные инвестиционные счета – это такие крупные клиенты. То есть я вот ритейл пришла, там с 1000 долларов, я, конечно, не могу там банку диктовать. Это, как правило, какие-то крупные клиенты. Неограниченные – вы открываете инвестиционный счет, заключаете договор либо в Мударову, либо в Акалу, и вы не ограничиваете банк, банк по своему усмотрению инвестирует ваши деньги. Так вот, система гарантирования, система страхования в Бахрейне, она покрывает только депозиты текущей счета и неограниченные инвестиционные счета. А в Малайзии система покрывает все виды депозитов. Модель. Значит, в Бахрейне – это токафул, солидарность и взаимная гарантия. Все знают, что такое, да, токафул? Когда здесь мы, когда в Центральной банке Бахрейна были, они нам пояснили. Они очень долго думали над этой моделью, изучали разный опыт. Вот у Судана хорошая модель, у Иордании интересная модель, у Бахрейна тоже, на взгляд, очень хорошая модель, которая может быть имплементирована в Казахстане. Значит, шариатские эксперты сказали так, что взносы, которые осуществляют исламские банки вот в этот фонд, они должны признаваться как расходы. То есть они такие безвозвратные. Вы не инвестируете в токафул фонд, вы просто пожертвовали. Вот вы выделили деньги, вы пожертвовали. Вы не должны как-то предполагать, что вы потом их как-то вернете. Если у вас не будет никаких случаев, вы будете стабильно работать, все, вы эти деньги отдали. Если вы признаете как расходы, то это нормально с точки зрения шариата. Если вы ставите их как на инвестиции, как на актив, то есть вы вкладываете, то с точки зрения шариата это не разрешено. То есть есть вот такие нюансы. Значит, у Бахрейна идет модель токафул, у Малайзии гарантирование. Уджер – это концепция, на которую переводится вознаграждение. То есть можно предоставлять различные услуги и получать за это какое-либо вознаграждение. Важно, чтобы это вознаграждение не было как процент от суммы денег. Если он будет как процент от суммы денег, то это уже будет не Уджер, это будет РИБА. Это будет судный процент. Так, кто одобрил? Шариатский наблюдательный совет Центрального банка Бахрейна и в Малайзии тоже есть шариатский консультационный только совет. Виды депозитов, как мы уже сказали, это депозиты, текущие счета и неограниченные инвестиционные счета. Роль страховщика-гаранта. Вот сама корпорация в Малайзии выступает гарантом, то есть они дают гарантию и за это получают вознаграждение. В Бахрейне фондом управляет Центральный банк Бахрейна без получения какого-либо вознаграждения. То есть они взяли на себя эту функцию, скажем так, добровольно. Они управляют этим фондом в соответствии с инвестиционной стратегией, которая была разработана специальным советом, но за это они не берут вообще никакого вознаграждения. То есть задача ЦББ Бахрейна в чем заключалась? Создать такаву фонд, набрать вот этот, это же не может быть одного года фонд, правильно? Они растянули, они предполагают, что в течение 15 лет будет формироваться этот такаву фонд для того, чтобы страховать вклады. Дальше. Такаву фонд формируется только за счет розничных исламских банков, то есть wholesale банк, оптовые банки не участвуют в этой схеме. В Малайзии все банки уплачивают в корпорацию вознаграждение за предоставленную гарантию. Владельцами фондов является, естественно, малайзийская корпорация по страхованию депозитов. В Бахрейне, обратите внимание, кто является владельцем такаву фонда, являются сами исламские розничные банки. Правильно? Это основное отличие такавула от традиционного страхования. Когда такаву фонд в обычном страховании кому принадлежит? Оператору самой страховой компании. В исламском страховании кому принадлежит? Оно вкладчикам принадлежит, кто непосредственно осуществляет? Участие обязательно, обязательно. То есть и в Бахрейне, и в Малайзии обязательно участвовать. Естественно, что эти деньги просто так в наличности не лежат, они инвестируются в инструменты, соответствующие, разрешенные шариатом. То есть здесь похоже. Теперь важный момент. Надо очень четко понимать, в каком случае система гарантирования работает. Вот смотрите, если вы открыли инвестиционный счет, и банк вам не заработал. Допустим, вы открыли, и вам банк обещал заработать 5% годовых. Обещал, но заработал 4%. Имеете вы право на какое-то возмещение с этого фонда? Нет. Если банк вообще ничего не заработал? Ноль. Имеете вы право на возмещение с этого? Нет. Надо понимать, для чего создается система гарантирования. Система гарантирования, вы становитесь eligible, то есть вы получаете право на какое-либо возмещение с фонда, если вы вкладчик, только в случае банкротства банка. Вот если банк не заработал, вот просто год был такой неуспешный, или вы вошли в этот банк, открыли счет на 3 месяца, вот в самый неблагоприятный период, и банк вам ничего не заработал. Может быть потенциально такое быть? Это не значит, что вы можете получать возмещение с фонда гарантирования. Нет. Фонд начинает работать только тогда, когда банк на грани банкротства. Только в этом случае вкладчики имеют право получать возмещение. Но ни в коем случае этот фонд не возмещает разницу, допустим, в доходе, или вы недополучили доход как вкладчик. Это никто вам не гарантирует и не страхует. Вы как вкладчик, этот риск у вас остается. Вот смотрите, допустим, вы знаете, в банковской системе это как такой карточный домик. Если один, второй банк закрывается, все, вкладчики бегут, они уже не верят никакому банку и забирают. Вот представьте себе ритейл банки, 6 банков в Бахрине. Если вдруг что-то происходит, один банк, 5 банков работают, вообще хорошо работают, у них в проекты вложены деньги, там стройка идет активная, то есть деньги прям работают на экономику. Деньги все вложены. В ликвидных деньгах 10% обычной банки держат, 10-15%. Теперь соседний банк, 6 банк, с ним что-то происходит, какие-то проблемы, там что-то обнаружено, и вкладчики там испытали, допустим, какие-то сложности с получением денег. Все остальные, как правило, бегут в свои успешные банки. И в этом случае даже самый успешный банк может оказаться на грани банкротства. Почему? Потому что одновременно к нему пришли все его вкладчики и просят выдать ему вклады. А у него все вклады в бизнесе вложены. Вот только в этом случае, получается, эта система должна быть. Но она ни в коем случае не покрывает убытки банка от обычной деятельности, от операционной деятельности. В течение, допустим, у банков разные циклы. Если вы успешный инвестор, если вы вошли, вам, как обещали, все выплатили. Но всегда есть риск того, что банк может выплатить чуть меньше или выплатит, ну, больше редко бывает обычно, либо столько, сколько обещал. Меньше тоже таких случаев в Ахрине, по крайней мере, не было, чтобы банк выплатил меньше, чем он обещал. Так, по системе гарантирования давайте вопросы, какие есть, и первый час мы закончим. Вообще это очень важно, потому что, смотрите, почему это важно? Сейчас я посмотрю, я делала. А, вот, важно, вот, посмотрите, Казахстан. У нас до 2015 года, до апреля, исламским банкам и сейчас тоже запрещено было участвовать в системе гарантирования вкладов. То есть у нас, как и в России, есть система гарантирования вкладов. Все банки, которые принимают от физических лиц вклады, они обязаны участвовать. Исламским банкам изначально с 2009 года не разрешено участвовать в системе гарантирования, потому что это противоречит, вроде бы, как самой концепции разделения прибыли. Теперь, только в 2015 году, что ввел регулятор? Он ввел, что исламские банки вправе создать некоммерческую организацию в организационно-правовой форме акционерного общества, гарантирующую возврат депозитов, привлеченных исламским банком. То есть теперь регулятор Национальный банк разрешил исламским банкам создавать, ну, в свое роду, что это типа ТК, фулл-фонда, для того, чтобы гарантировать вклады. Справедливо ли это? Теперь давайте посмотрим, как было у обычных банков. Наша система создана была в 1999 году при стопроцентном участии Национального банка. То есть полностью на первых порах весь капитал формировался за счет средств Центрального банка страны. А с целью усилить фонд в 2007 году дополнительно были влиты деньги, в 2008 году. То есть Национальный банк сыграл ключевую роль в фонде гарантирования вкладов для обычных банков. Что касается исламских банков, он теперь уходит в сторону. Он говорит, хорошо, вы это можете сами создавать? Мы не против. Кто-то может создавать, если сейчас в стране один Аль-Хили-Аль-Банк, и иншаллах откроется в августе 2016 года второй банк за МАНК. Два банка могут создать вообще систему страхования вклад? Не могут они. Когда количество игроков малое, должна, вот как и было, с обычными банками, должен подключаться регулятор. И по ходу развития отрасли он может просто постепенно уходить. Постепенно, правильно? Но здесь, получается, национальный банк просто кинул исламские банки на усмотрение. Что это значит для отрасли? Для отрасли это значит таким образом. Приходит инвестор, приходит обычный гражданин, это среди моих друзей таких много, родственников, которые, допустим, имели свободные денежные средства, пришли в Аль-Хили-Аль, им сказали, извините, у нас не гарантируется. Они не знают Аль-Хили-Аль, он работает недавно на рынке. Акционеры, иностранцы, доверие все равно небольшое. Они разворачиваются и уходят. Что это значит для отрасли? Эти деньги, которые бы пошли потенциально в исламский банкинг, они уходят куда? Они идут в традиционный банкинг. Пусть они там ложат на беспроцентные счета, но тем не менее, они идут в обычный банкинг и используются на рябовые кредиты. Вот и все. Поэтому здесь еще раз, мы с вами сегодня будем неоднократно говорить, если мы говорим об инфраструктуре, мы должны создать для исламских банков такие же условия с точки зрения инфраструктуры, как и у обычных. Не надо нам лучше, не надо нам создавать что-то дополнительное. Сделать такие же условия в части регулирования, в части страхования вкладов, в части налогов. Много-много моментов, которые должны быть равными, идентичными, как и у традиционных банков. Так, вопросы, если будут, то, наверное, в конце спрашивайте. Вы, у нас студенческая аудитория, у нас студенты обычно очень активные, поэтому вы спрашивайте по ходу, я буду стараться ответить. Отдыхайте. У нас 10 минут перерыв, да, по-моему, по программе. Мы немножко чуть позже заканчиваем. Давайте в 15.10 встретимся, хорошо? А, намаз? Сейчас? Ну, давайте. Можем еще пару минут тогда пообщаться, а потом пойдете. Ребят, давайте вопросы какие? Я не думаю, что вот вам прям все понятно. Смотрите, я хотела вот еще, у меня вот таковку фонда, да? То есть, это, получается, все добробольные вложения вот этих же вкладчиков, инвесторов для того, чтобы развивать вот эту инструктуру, и была тут какая-то гарантия возврата вклада, да? В случае, если банк будет на грани банкротства, вкладчики должны понимать, что они могут получить возмещение в ислам, в Бахрейне, это до 20 тысяч бахрейнский динар. Все понятно. Ну, допустим, исламские банки, они на основании вот этого какого-то договора ну, пускают эти деньги, получается, в оборот, да, и зарабатывают определенную пирту, да, которая потом делится на эти банки и вкачивает. Вот смотрите, у Бахрейна модель такая, вот есть такая full fund, да? Так, а, full fund. Шесть банков сюда должны, они каким образом вкладывают в это, на пропорциональной основе, то есть берется депозитная база всех этих шести банков, и, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и у кого больше депозитов, тот, соответственно, больший вклад делает, у кого маленькая сумма депозитов, да, соответственно, меньше. Пропорционально, да, ProRoyta Basis, да. Смотрите, этот фондом, кто управляет? Они просто делают пожертвования. CBB, Центральный банк Бахрейна, управляет этими деньгами. Естественно, эти деньги не лежат просто так. Они вкладывают их в Шария Комплайн финансовые инструменты. И все, что сверху дорастает, оно сюда идет. Фонд растет, фонд увеличивается. То есть задача Центрального банка Бахрейна как можно быстрее нарастить этот фонд до нужной критической массы, правильно? Потому что если с кем-то из этих фондов, из этих банков, извините, произойдут какие-то финансовые трудности, и банк будет, чтобы этот фонд был способен, достаточен для покрытия депозитов, вкладов. Понятно? Сейчас Центральный банк Бахрейна, как и любой другой, он не может заставить их сразу сумму внести. Это огромные деньги. Они рассчитывают, они посчитали, что 15 лет необходимо для того, чтобы сформировать критическую массу для этого фонда. Это называется резервный фонд. Например, если мы возьмем, значит, или консервативный фонд. Ведь вкладывая деньги из этого фонда, Центральный банк должен понимать и видеть, то есть деньги очень-то надежно вкладывают. Здесь, как правило, сам CBB вкладывает сукук, который сам выпускает. То есть здесь очень надежные финансовые инструменты, поэтому здесь как бы с этой сложности… И действительно доходность там небольшая? Там небольшая доходность, да. Вообще доходность по депозитам в охранских банках, она вообще небольшая. Там 2%, 1,8%. Для меня сначала было непонятно, что это такое, что за маленькие цифры. У нас там 10 было и так далее на тот период. Соответственно, у них и так доходность небольшая. То есть у них уже 2-3% вот прям это уже очень высокая доходность. Поэтому по сукук там тоже, там может быть 0,5-1%. Да, там сукук, да. Мы вот дальше будем говорить. Это опять-таки новая инициатива CBB Бахраина, о том, что они выпускают специальные сукуки для своих, для банков. Понятно? Здесь, вот если с вами походим, то все страхование. Когда получается перестрахование, но они не перестраховывают, CBB не перестраховывают. Нет, сама идеология получает. Они же вот эти депозиции, создавая вот эту фонду, как обеспеченные, то есть перестрахуют. Нет, тут двойного перестрахования нет. Это если бы вот этот токафул фонд, грубо говоря, Бахрейна, там Катары, Эмиратов, и создали бы какой-то ретокафул, да. А здесь они управляют, CBB взял на себя, они за это никакую комиссию не берут. Это в отношении к депозитам. Мы же вот это фон создали для того, чтобы обеспечить вас в депозитах. В данном случае вот этот фон, который получается, если посмотреть схематик, то ретокафул как-то. А где тут первый токафул? Первый токафул где? На каком этапе идет первый токафул? Нет, не токафул. На слову токафул сейчас не надо. Депозитный фонд есть. Мы это создаем ради того, чтобы обеспечить вас брать депозитам. Если мы ретокафул посмотрим, стандарт, систему, механизм, построение, получается, да? Мы потом с вами поговорим. Но, насколько я знаю, здесь ретокафула нет. Но потом посмотрим, может, вы по токафулу больше специалист. Может быть, и... Эти банки, они с какой периодичностью? То есть, допустим, в месяц раз, в квартал раз? Ну, они вообще по году считают, а вносят, по-моему, на ежеквартальной основе. Но это все прописывается, да. Если, допустим, этот есть интерес, то можно это посмотреть. Но каждый день это? Нет, нет, не каждый день. Однозначно не каждый день. Там или ежеквартальная, или максимум ежемесячная. То есть, как бы... Изначально же объем уже сформировано, то есть потребностей нет, что каждый день будет. Ну, не каждый день, однозначно. То есть, это не такая работа, которая... Есть еще вопросы, ребят? Ну, тема, которая была затронута вот с точки зрения пруденциального, я понимаю, что она достаточно сложная. Как бы нормальная. Я понимаю, что у вас не будет вопроса, потому что она одна... Но вы ее еще не поняли? Вы ее не поняли, потому что даже ее банковские работники ее не любят. Они ее не любят вообще. Но суть пруденциального норматива заключается в том, чтобы сбалансированность, чрезмерные аппетиты банков со стабильностью, да, с риски. Есть такое понимание, когда финансовый писатель мы говорим, обернение, пьяночь для обернение. Стравильность для обоих сторон. Да, по сути, да. Можно вот это... Аналог, да? Да, аналог. Да, можно. Ребята, отдыхайте. Тем более, Саня, потом продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова